На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Призрак в доспехах». Ставьте лайки, если вам нравятся наши ролики. Мира Киллиан приходит в себя в лаборатории компании Ханка Роботикс. Ей приходится заново учиться дышать, ведь единственное, что у нее осталось от прежней Миры, это мозг. Остальное заменили искусственными имплантами. Рядом с Мирой находится доктор Уэллет. Она объясняет, что в результате атаки террористов на корабль с беженцами погибли родители девушки, но ее удалось спасти. Уэллет уверена, что помимо разума Мира сохранила свою душу, способную чувствовать и сопереживать. Доктор Уэллет считает, что Мира осталась человеком, но ее босс Каттер, глава корпорации Ханка, видит в девушке только оружие. Это и определяет ее дальнейшую судьбу. Год спустя Мира Киллиан становится майором девятого отдела. Она, как и остальные члены отряда, борется с терроризмом. В этот вечер Мира вышла на охоту. В здании, где проходит бизнес-конференция корпорации Ханка, появляются преступники. Роботизированная гейша хватает представителя компании доктора Осмонда, вонзает в разъемы у него в шее устройства для скачивания и достает из его мозга всю необходимую информацию. Лицо человека, управляющего гейшей, скрыто капюшоном. Тем временем его вооруженные люди ликвидируют охрану и берут под контроль остальных участников встречи и персонал. Вычислив место проведения конференции и поняв, что ее участники в опасности, Мира включает маскировочный режим и отправляется в бой. Бойцы из девятого отдела уже на подходе, но они не успевают вовремя. Начальник майора Киллиан Арамаки запрещает ей вступать в непосредственный контакт с экстремистами, но Мира игнорирует его прямой приказ. Нескольких киборгов она снимает, находясь на улице. С остальными разбирается, ворвавшись внутрь. Затем она принимается за гейшу, и та начинает вести себя как человек. Она просит о помощи, но потом она произносит мужским голосом, что если кто-то будет работать с Ханка Роботикс, он будет уничтожен. В ходе этой операции Мира повредила руку, но даже не заметила этого. На ранение ей указал напарник и друг Бато. Когда Мира вернулась домой, у нее случился очередной сбой. Так доктор Уэллетт объясняет галлюцинации Киллиан, появляющейся спонтанно в разных местах. По настоянию Уэллетт, Мира регулярно принимает препарат, не дающий мозгу отторгнуть синтетическое тело. Она вводит его через разъемы на шее. Придя на работу, майор узнает, кем был доктор Осмонд. Также один из сотрудников сообщает, что были убиты еще трое сотрудников Ханки. У всех есть следы церебрального взлома. Кто-то пытался вынуть из их памяти какую-то информацию. А Рамаки отправляет Бато и Миру к доктору Далин, которая работает на Ханка Роботикс и занимается гейшей, которая напала на Осмонда. Они должны получить полный отчет о ситуации. В машине Мира признается, что практически ничего не помнит из прошлого. Бато даже завидует ей, ведь она не помнит не только хорошее, но и плохое. Нечто такое, что может быть и не стоит запоминать. Прибыв в Ханка Роботикс, Мира первым делом отправляется к доктору Уэллет, чтобы отремонтировать руку. Она рассказывает об очередных галлюцинациях, и Уэллет говорит, что ничего важного в них не содержится. Согласие. Меня зовут майор Мира Киллиан, даю согласие на удаление этих данных. Затем Бато и майор идут к Далин. Им важно как можно быстрее узнать имя заказчика убийств, поэтому Мира решается на глубокое погружение. Она соединит свой разум с операционной системой машины и выяснит, какие данные в ней сохранились. После подключения Мира попадает в ловушку, оставленную тем, кто взломал Гейшу. Однако ей удается выбраться, и доктор Далин вовремя ее отключает. Оказавшись внутри жесткого диска робота, майор узнала, где находится их цель. Они с Бато и другими ребятами из девятого отдела приезжают в клуб, где продают различные улучшения для тела с черного рынка. Внутри заведения Миру пытаются склонить к разврату, но она ловко выходит из ситуации, вырубая врагов. Я создана не для танцев. Бато тоже получает несколько мишеней для стрельбы. Покончив с охраной, они спускаются вниз, и здесь у майора снова случается видение. Продвинувшись еще немного вперед, она видит Кудзе, того, кто взломал Гейшу. Но это лишь голограмма. Когда он исчезает, происходит взрыв. Мира замечает взрывчатку раньше Бато. Она отталкивает напарника и принимает большую часть взрывной волны на себя. Однако Бато тоже досталось, он лишился глаз. В Ханка Роботикс Миру восстанавливают. Бато получает новые глаза. Сколько пальцев я тебе показываю? Смешно. Вернее, кибернетические импланты. После этого случая Мира задумалась о том, сколько человеческого в ней осталось. Она хочет понять, кем она является, человеком или машиной. Чтобы найти отличия, она снимает на улице девушку и приводит к себе. Мира хочет найти в ней признаки того, что есть у нее самой. Этим же вечером доктор Даллин находит информацию о проекте 2571. В этот момент появляется Кудзе и убивает ее. Перед смертью Даллин успевает вынуть из компьютера носитель с информацией. Узнав о смерти доктора, майор с напарником отправляются в офис Ханка. Мира находит носитель информации и узнает, что все жертвы Кудзе состояли в проекте 2571. Единственной живой участницей проекта оказалась доктор Уэллет. Мира понимает, что ей нужна защита. Она вместе с Бато опускается в погоню за доктором, ведь та в этот момент находится в машине. Тем временем Кудзе взламывает мозги водителю мусоровоза и его напарнику. Дает им новые воспоминания и заставляет напасть на Уэллет. Они требуют от нее информацию о проекте 2571. Но доктор ничего не успевает рассказать. Появляются сотрудники девятого отдела. Водитель мусоровоза сбегает, используя маскировку. Но Мира догоняет его. Ее маскировка совершеннее. Да и тело пригодно для ведения боя. Поэтому майор обезвреживает противника и доставляет в отдел. Тут выясняется, что все воспоминания ему внедрили извне. Разве она не ангел? Это ваша дочь? Да. В какой-то момент в тело водителя вселяется Кудзе. И сотрудники девятого отдела вычисляют его местонахождение. После этого водитель делает так, чтобы его сердце перестало биться. Засекли. Бойцы девятого отдела выезжают в логово Кудзе. И находят здесь целую сеть из живых людей. Кудзе использует ее, чтобы его сложнее было обнаружить. Когда Мира оказалась одна, Кудзе напал на нее и пленил. Он объяснил ей, что собирается отправить свой разум и свою душу в сеть, если погибнет. А затем раскрыл тайну своей личности. Кудзе был одним из тех, кого создала корпорация Ханка. Его сконструировали до Миры. И он оказался неудачным экспериментом. Они продвинулись очень серьезно. После неудачи со мной. В его синтетическом теле тоже находится мозг живого человека. У него тоже стерли память. Мира замечает на его груди татуировку. То же изображение является ей в галлюцинациях. Кудзе не знает, что означает этот рисунок. Но он также является к нему в видениях. Услышав, как наступают коллеги Миры, он рассказывает ей, что лекарство, которое ей дают, подавляет воспоминания. Когда появляется Бато, Кудзе сбегает и майор уходит вслед за ним. Она приходит к доктору Уэллет, чтобы узнать правду. Уэллет рассказывает, что перед тем, как создать Миру, у них было 98 неудачных попыток. Она говорит, что все воспоминания Миры ложные. Их сконструировали специальным образом, чтобы у нее была мотивация бороться с террористами. Узнав все необходимое, Мира уходит. Бато обнаруживает ее на дне залива. Там нет информационных потоков и можно побыть в тишине. Мира признается, что мало кому доверяет. Но Бато не утратил ее доверие. Когда она оказывается на суше, служба безопасности корпорации Ханка арестовывает ее. От Уэллет Каттер узнал, что Мира выяснила и решил уничтожить ее. Он хочет, чтобы Уэллет скачала данные, касающиеся Кудзе, а потом ликвидировала Миру. Ее тоже признали неудачным экспериментом. Однако Уэллет спасла девушку. Она дала ей ключ к ее прошлому и отпустила. Мира сбежала, а Каттер убил Уэллет за предательство и сообщил всем, что это сделала Мира. Однако Арамаки и остальные из девятого отдела не поверили ему. Они решили помочь майору. Мира пришла по адресу, который ей сообщила Уэллет, и поняла, что раньше жила здесь. Хозяйка квартиры рассказала, что год назад ее дочь Мотоко Кусанаги пропала. Она выступала против технологий, и к ним в дом заявилась полиция. Мотоко сбежала и спряталась вместе со своими единомышленниками. Через некоторое время ее матери вернули прах Мотоко, сказав, что ее дочери больше нет в живых. Но женщина не поверила в это. Мира осознает, что она и есть Мотоко, только с новой внешностью. Она связывается с Арамаки и просит запустить ее в сеть, чтобы Кудзе нашел ее. Их разговор подслушивает Каттер. Он решает убить всех членов девятого отдела и начинает с Арамаки. Старик оказывается опытным бойцом и разделывается с противниками. Затем он сообщает остальным, что за ними идут. Каттер выясняет, что майор находится в непокорной зоне. Он отправляет туда танк-паук, чтобы уничтожить девушку. Кудзе находит Миру через сеть и встречается с ней в том самом святилище, откуда их увезли в Ханку для экспериментов. Мира говорит, что Кудзе в то время звали Хидео, и они были очень близки. Кудзе просит Миру уйти с ним в сеть, но в этот момент их атакует танк под управлением Каттера. Когда он пытается уничтожить Кудзе, Мира прилагает все усилия своего синтетического тела, чтобы повредить танк. При этом она отрывает себе руку. Хидео подползает к ней, и Мира говорит, что не готова уйти с ним в сеть. После этого он загружается в виртуальное пространство, и ему в голову стреляет снайпер. Он готовится убить Эмиру, но вертолет со снайпером сбивают люди Арамаки. Бато приходит за напарницей, а его босс отправляется к Каттеру. Глава Ханки пытается убить Арамаки, но тот оказывается быстрее. Он стреляет в Каттера. Через некоторое время Мира восстанавливает свое тело и встречается с мамой. Она рассказывает, что на самом деле является ее дочерью. После этого она возвращается в девятый отдел и продолжает борьбу с преступностью. Продолжение следует...